Добрый вечер, доброе утро или добрый день, наши дорогие телезрители телеканала «Импакт», мы рады приветствовать вас в программе «Влияние». Меня зовут Кристина, и сегодня мы поговорим на тему «Здоровый образ жизни». Итак, я хочу с радостью представить гостей нашей студии сегодня. Вы уже прекрасно помните нашу дорогую гостью Людмилу. Спасибо большое, что ты пришла. Все мы прекрасно помним те замечательные эфиры, которые ты нам подарила. И тем были, помню, шефирные масла. Потом и мы, по-моему, основы здорового питания. Мы об этом, да, разговаривали. Было всё замечательно, особенно в первом эфире, когда мы здесь всё готовили. Также твой сын участвовал, муж. Было замечательное время. И также сегодня у нас очень почётный гость из Москвы, доктор Маргарита Буденёвна. Будён. Будён. Простите, первый раз слышу такое отчество. И ваша фамилия? Бичоева, да? Да. Итак, я вам немножечко зачитаю, именно какой доктор у нас Маргарита, потому что, извините, я к медицине на вы. Итак, руководитель медицинского центра, невролог, рефлексолог, врач высшей квалифицированной категории, имеет 25-летний стаж, опыт лечения в диагностике больных с неврологической патологии. И также имеет ряд специализаций рефлексотерапии. Я даже, если честно, вы мне потом расскажете по секрету, что это такое. Это иголокал. Всё, теперь поняла. Психотерапия, клиническая лимфология и очень-очень-очень много всего, боже, очень много разных слов, которые для меня, конечно же, далеки. Но в то же самое время я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы делаете такой вклад в наше телевидение, так сказала, и учите нас понемножечку, что это такое. Итак, сегодня у нас тема «Здоровый образ жизни». Как всегда здоровье. Как всегда здоровье и как за ним ухаживать. И поэтому давайте немножечко пробежимся по основе. Вообще, Люда, что такое основы здорового образа жизни? Что туда входит? И вот оттуда и оттолкнёмся. Ну, чтобы мы касались уже в предыдущих передачах, чтобы быть здоровым, необходимо начинать со снов. Потому что, когда мы прыгаем на ступеньку выше, у нас нету основы. Секундочку. Прошу прощения, Маргарита, я знаю, что вы буквально прилетели пару дней назад в США. Как у вас со сном отстоит это дело? У меня прекрасно. Прекрасно, потому что смена часовых поясов всё-таки может влиять, да? Да. Смена часовых поясов, несомненно, влияет на состояние здоровья человека. Но если человек здоров, он очень быстро адаптируется к этим состояниям. Дело в том, что когда я летаю, мне очень сложно адаптироваться. Я могу неделю, могу две. Я-то как на иголках хожу, готова там, наверное, разорвать любого. Но в том или ином случае сон я вообще очень сильно ценю. Если я не высплюсь, всё идёт кувырком, правда же? Сон самое главное в жизни. Сон невозможно заменить никакой водой или какой-то таблеткой. Необходимо выспаться. Я говорю, если у человека болит голова, и он говорит, ой, нужно попить воды, а он не выспался, то, как говорится, сон ничем не заменишь. Это абсолютная правда. Окей, сон. Что ещё? Ну, в основы здорового образа жизни входит также очищение организма, детоксикация. То есть если человек регулярно не очищает свой организм, у него происходит зашлакованность, и стоит всё, что не должно оставаться в организме. И, конечно, если человек не делает регулярное очищение организма хотя бы один раз в квартал или раз в полгода, а некоторые говорят, ой, я раз там в пять лет что-то сделал, а некоторые вообще никогда, то, конечно, токсины накопляются, и есть свои определённые последствия, человек начинает болеть. Я слышала, что также очень важно пить воду. Очень важно, да. То есть если человек не пьёт жидкость, и мы состоим из воды, в Писании мы встречаем, что Писание говорит, что мир был создан из воды и водой. То есть мы, вода является неотъемлемой частью организма человека. Если человек не пьёт достаточное количество воды, то, конечно, и я когда говорю о воде, я говорю о прозрачной жидкости, ни о кофе, ни о чае. Кстати, кофе очень сильно обезбоживает организм человека, поэтому очень важно пить чистую воду, не газированную, не кипячёную, а чистую прозрачную воду без всяких добавок. Но на самом деле мы же прекрасно знаем, что вот через трубы уже течёт совершенно нечистая вода. Абсолютно. Сколько лет назад люди пили такую воду? Не так давно, в принципе. В прошлые века люди пили воду, которая была очень красиво текла по течению реки, она не испытывала этого форса, который испытывает на сегодняшний день в трубах. И, естественно, вода, которая в трубах приходит к нам, там очень много химии, очень много разных добавок. И, естественно, если человек не профильтровал и не очистил воду, она не усваивается у него в организме, потому что у нас в клеточках есть то, что усваивается у нас на клеточном уровне, а основа здоровья – это то, что происходит в нашем организме на клеточном уровне. Мы можем, как говорится, внешние вещи делать, создавать какие-то, а что у нас внутри, всё, что происходит у нас на клеточном уровне, от этого будет зависеть наше здоровье. И, конечно, если вода не усваивается, не проникает в клеточную мембрану, организм всё равно остаётся обезвоженным. И так как я работаю в исследовательской группе, мы можем наблюдать под микроскопом, что происходит в обезвоженном организме. И, конечно, иногда люди приходят и говорят, ой, я столько воды пью, а оказывается, что у него очень обезвожен организм. Ага, давайте дальше. Маргарита, скажите, пожалуйста, что вы думаете о стрессах? Стресс – это, к сожалению, на сегодняшний день самое важное в жизни людей. Стресс останавливает все наши водные среды организма, в частности, лимфатическую систему. А так как лимфатическая система является нашей канализацией, грубо так сказать, то есть она выбрасывает все токсины из организма, она уносит эти все токсины, то у нас просто останавливается лимфатическая система, накапливаются токсические вещества, и получается такая аутоинтоксикация, как бы отравление, внутреннее отравление. И как человек при этом себя чувствует? Абсолютно полиморфные симптомы. Он может чувствовать головную боль, он может сказать, я не вызвался, он может чувствовать утомляемость, он может сказать, я много работал, может повышаться температура до 37,2 градусов. Вот любые симптомы можно привязать к этому слову интоксикация, любые симптомы. Но люди всегда находят этому оправдание и никогда не обращают на это внимание. А это очень самые главные признаки. Ну а также я хотела бы спросить, вот я слышала краем уха, что также может отложиться у нас какой-то тяжелый металл или разные металлы, соли и вот все такое. Я хочу сказать... Учите меня не уча. Я хочу сказать, что соль тяжелых металлов – это очень серьезная проблема, и в первую очередь это свинец. Свинец находится в выхлопных газах, кадмий находится в лакокрасочных химических соединениях. И, конечно же, это ртуть и алюминий. Вот эти вещества, они могут поступать в организм совершенно незаметно для человека. А мы знаем, что болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера – это накопление алюминия в организм. Накопление свинца происходит, к сожалению, в щитовидной железе, и очень многие люди страдают от узлового токсического зуба и совершенно не знают, что там просто накоплены соли тяжелых металлов. Кадмий входит в состав химического соединения, которыми промывают трубы, в основном в горячей воде. Вот если дома централизованное, там отопление, горячая вода, то для того, чтобы эта горячая вода поступала в дом, в эту же воду добавляются вот такие химические соединения. И когда человек принимает душ, к сожалению, 18% его поверхности кожи, 18% поглощается этой водой, эта вода поглощается человеческим телом. И вот так вот это всё поступает в организме. Вот вроде бы мир шагает вперёд, всякие разные научные исследования есть, вроде бы как бы должно жить-то лучше, а на самом деле нужно ещё какие-то научные исследования, чтобы вот то, что мы навредили себе, вот как-то вот очищать, да? Конечно, конечно. И, наверное, смертность увеличивается, да? Вот давайте мы поговорим вот о статистике смертности вообще. На первом месте что? На первом месте всегда по статистике Всемирной организации здравоохранения первое место занимают травмы. Травмы. Второе место – сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты. Третье место – это раковые заболевания. Четвёртое место – это паразиты. Стоп, давайте о паразитах, потому что первые три мы слышим постоянно. Там рак, сердце, там травмы, как бы. А вот о паразитах, какие паразиты? К сожалению, эта тема, она как-то умалчивается в нашей стране вообще. Люди будут говорить, что паразиты у меня, да никогда. Я живу в цивилизованной стране, я мою руки, я использую химические соединения для того, чтобы обрабатывать там ванны, там свои рабочие поверхности. У меня никогда не может быть паразит. Это очень большая ошибка, потому что паразиты есть у всех. Группа паразитов объединяет в себе несколько составляющих. Это глистные инвазии, это бактериальные инфекции, это инфекции от простейших, это грибковые инфекции. От простейших – это как? Простейшие – это, к сожалению, скрытые половые инфекции. К ним относятся огромное количество простейших. Основные – это ореоплазма, микоплазма, трихомонада, которые являются убийцей 21 века, потому что ее невозможно обнаружить ни одним клиническим методом исследования, так как она, заходя в организм, покрывает себя белковым веществом, идентичной человеческой ткани, и иммунитет не может распознать ее как врага, и на нее не выделяется антител. И трихомонада живет и умирает вместе с человеком. Она даже не умирает вместе с человеком, она переходит в другой живой организм. Как страшно! Какой-то ужасник, вы мне рассказываете о спотне. К сожалению, трихомонады передаются через гематоэнцефалический барьер и через плацентарный барьер, поэтому мамы тоже могут заражать своих детей. И при этом не зная, что у них у самих есть эта инфекция. И вот при помощи наших методов исследования мы можем очень быстро определять эту инфекцию, можем очень быстро ее убирать. И в то же самое время она не уходит от химических препаратов. Это очень серьезная инфекция, которая была впервые обнаружена в 1914 году наравне с сифилисом, наравне с гонореей, которые тогда свирепствовали. И трихомонаду тоже причислили к половым инфекциям. Но на самом деле это просто заболевание, передающееся половым путем. Но это не инфекция такая, как сифилис, гонорея, вот эти вот вещи. И был создан институт даже в России трихомонады, но в 1934 году и в 40-х годах, я извиняюсь, он был закрыт. И был найден всего один единственный препарат, который называется метронидозол, или трихопол, или тинидозол. Многие знают эти препараты. Но, к сожалению, на сегодняшний день трихомонада научилась кушать этот препарат. Он на нее не действует. Поэтому у нас есть современные инновационные методы диагностики и лечения таких заболеваний электромагнитными волнами на основе биорезонансной терапии. Вот как раз вот хотела у вас спросить вопрос, сорвали у меня с языка. Вот именно если так все страшно, как же бороться-то нужно? Бороться очень просто. На сегодняшний день бороться очень просто. Просто надо знать, как. И самое важное – это индивидуальный подход к человеку. Нельзя одному человеку назначать стандартное лечение. Скажите, пожалуйста, вот, например, я хочу проверить стенопаразитов. Я прихожу к вам в клинику. Я должна сдать кровь, да? Ну, вы ничего не должны, но если вы хотите знать, что с вами происходит... Нет, если я хочу, я должна сделать какой-то реактивный. Есть комплексные методы исследования, да, мы вот сразу их проводим вместе. Это анализ капли живой крови. Почему мы делаем именно этот анализ, не клинический лабораторный анализ крови? Они очень важны. Но на самом деле мы смотрим живую кровь, не окрашивая ее химическими какими-то ингредиентами. Потому что кровь жива еще вне тела в течение трех минут, трех с половиной минут. И мы смотрим на качественные характеристики клеток крови. То есть мы смотрим на клеточный уровень. И там, к сожалению, можно увидеть очень много неприятностей. В том числе и личиноглисты. Вы могли бы хотя бы парочку каких-нибудь примеров рассказать, как паразиты влияют? Я могу бесконечное количество примеров рассказывать. Знаете, вот верю. Вам верю охотно. Расскажите, пожалуйста, хотя бы парочку примеров, как паразиты повлияли на жизнь человека. Давайте я расскажу про двух очень напоминающихся для меня пациентов. До сих пор мы встречаемся, до сих пор мы обмениваемся с ними. Это ребенок, который внезапно начал терять сознание. На улице, падать. У него появлялся судорожный синдром. Он начинал кричать и после этого засыпать. То есть это классический пример эпилепсии. И все противосудорожные препараты оказывают очень серьезное тормозящее действие на развитие ребенка. В том числе и умственное его развитие. И поэтому мама решила найти другой метод диагностики и лечения. И когда я посмотрела кровь этого мальчика, я сама была в полном шоке. У него вся плазма крови была в грибах. То есть в нитевидных грибах. В аспергилиус ниггер это с черной плесенью. В общем, скажем. А как они выглядят вообще в крови? Как ниточки. Как ниточки. Споры двигались вокруг его эритроцитов. Это все поедалось. Эти эритроциты все поедались. Оболочка эритроцитов была съедена. В общем, этот мальчик был полностью инфицирован грибковой флорой. Потому что они жили в очень неблагоприятных условиях. То есть у них дома было огромное количество этой плесени. И никто с ней не боролся. Ни мама, ни папа на кухне была плесень, в ванной была плесень. И этот ребенок просто инфицировался и начал вот так болеть. Конечно, мы провели ему антигрибковую терапию совершенно. Как говорится, не стоит опера. Потому что это неврологическое заболевание, ограниченное с психическим расстройством, эпилепсия. А здесь антипаразитарная терапия. И ребенок полностью выздоровел. Полностью? Полностью. У него прекратились судороги, прекратились приемы. Например, часто люди страдают ангиной. Это тоже грибковое заболевание? Ангина? Да. У нас есть миндалины негные. Да. Это выход лимфатической системы вверх. У нас есть два выхода лимфатической системы. Одна вверх – это горло. Вниз – это мочеполовая система. Говорят, что многие женщины не могут избавиться от каких-то половых инфекций. У них постоянно какие-то проблемы. Проблема – это загрязнение лимфатической системы. Если у человека постоянно болит горло или какие-то проблемы с горлом, это выход токсинов из лимфатической системы. Человек что начинает делать? Он начинает пить антибиотики. Он начинает пить какие-то другие препараты. И еще больше усугубляет свою интоксикацию. Вот Людмила говорила про детоксикацию. И это продолжается бесконечно. К сожалению, вот здесь у вас за рубежом, я вижу, что многие из вас принимают антибиотики годами. Я это слышу не первый раз. Не первый раз. При антибиус, антибиотик, антибиус против жизни, антибиотик убивает все, кроме грибов. Антибиотики убивают живую флору, которая должна бороться с этими грибами. Антибиотики убивают бифиды, бактерии, лактобактерии. Убивают все, а грибы начинают расти. Они, наоборот, от этого радуются. И никто не лечит пациентов от грибов. Никто. Вау. А давайте вот на этой замечательной ноте мы как раз вернемся к вашему знакомству. Потому что, я думаю, что и мне, и нашим телезрителям, наверное, очень интересно. Вот, Людмила, где ты познакомилась с Маргаритой? Такой умной женщиной, которая нам сегодня все секреты расскажет. Да, Маргариту можно слушать часами. Это очень удивительный человек. И работая с исследовательской группой в Америке, у меня предосталась привилегия более трех лет назад познакомиться с Маргаритой, которая сейчас также является членом нашей исследовательской организации. Работает вместе с нами. И я очень благодарна Богу, что у меня такая привилегия сотрудничать с таким удивительным человеком. И я познакомилась, когда Маргарита приехала в Америку и проводила здесь исследовательские работы, работая с врачами в разных штатах. И я переводила доктора Маргариту. И таким образом мы стали друзьями. После знакомства с Маргаритой я поехала, ездила в Москву, где я обучалась там, и вот этим технологиям. И также я проходила практику в центре у Маргариты, которая является хозяйкой центра. То есть она является директором. И у меня была привилегия работать с её удивительными пациентами. Маргарита, расскажите, пожалуйста, чему вы научили Людмилу? Потому что сейчас нас она учит, я вот прекрасно понимаю. Людмила уникальный человек, да, очень, как вам сказать, она глубокий человек. Если она изучает какую-то проблему, она изучает её до конца. И когда она увидела, что мы делаем, да, какие-то приборы, что-то можно сделать при помощи приборов, она сказала, я хочу этому научиться. При этом имея грудного ребёнка трёхмесячного на руках. И она переводила идеально, идеально переводила. Медицинский перевод вообще идеально. Потому что Людмила работала много лет с очень знаменитыми крупными врачами в разных госпиталях Америки. И когда, ну это я уже могу рассказать за вас, да, и когда она видела людей, которым невозможно помочь, она не понимала, почему медициной нельзя помочь человеку, почему они уходят. Да, вот у меня вот тоже какой-то вопрос. Этот вопрос всё время я тоже себе всегда задаю. И поэтому я видела её интерес, я видела, как она интересует, я видела, какие у неё глубокие знания. И это даже я её пригласила на учёбу в Москву, на что она очень серьёзно откликнула. Это была осень, она приехала с грудным ребёнком, 24 часа летела через океан, прилетела в Москву, училась в научно-методическом центре, она была одной из лучших учениц, и на сегодняшний день все её знают в Москве. А вот охотно верю, охотно верю. Честно говоря, да. Потому что она всех замучила своими вопросами. И все преподаватели говорили, ну какой удивительный человек. Она заставляет нас думать, она заставляет нам давать новые знания. Знаете, есть такой шаблон, преподаватели начинают по шаблону. И потом она сказала, мне мало, я хочу научиться практике, я хочу научиться практике. И она работала уже в моём центре, мне было очень легко, и, конечно, мне очень жаль, что Людмила не работает со мной в моём центре, а работает на другом конце земли. А нам не жаль, что Людмила у нас, нам как раз в самый раз. Вот, и мало того, что она отучилась, она получила сертификат, который даёт ей право работать по данной методике и заниматься лечением людей. Это не каждый человек получает, такие сертификаты. И поэтому я вот горжусь, что у меня есть такая ученица, которая не даёт мне покоя, каждый день мне звонит, каждый день высылает мне различные файлы, и всегда со мной общается. Она общается со многими врачами в Америке. И есть такой доктор, с которым Людмила меня познакомила, который учился в Мексике, и очень хорошо знает кровь, и очень много новым у нас научил. И вот этот вот обмен между умными людьми разных стран, они, конечно, великолепны. Кстати, когда я получала визу, меня посол спрашивал, вот что вы там будете делать? Ну, меня же нельзя остановить. Я начала ему рассказывать, что мы там будем делать, и что мы будем лечить людей. Детально. Очень детально. Он очень внимательно меня так слушал, слушал, и говорит, а вам три месяца хватит? Потому что у меня виза была первая на три месяца. Я говорю, ну, конечно, не хватит, это невозможно. Всю Америку вылечить за три месяца. И он мне дал визу на три года и сказал, что я хочу, чтобы все медики мира были вместе, и наконец-то решили какие-то наши человеческие проблемы. И это было мне очень приятно, потому что все медики мира должны быть объединены одной идеей. Говоря о медиках, знаете, вот Библия говорит, что вот врачи от Бога. Есть ли врачи не от Бога? Вы считаете, что вот это у вас больше как дар Всевышнего, что он вам дает знания, что у вас есть желание развивать, и вы примерно, вот, например, по каким-то симптомам, вот к вам приходит какое-то или откровение, или что, грубо говоря, понимаете? Я расскажу вам про откровение. Я вообще, если честно, хотела быть юристом, это правда. Я думаю, что у вас бы подошло. Все члены моей семьи сказали, у нас нет врача, у нас есть юристы, у нас есть педагоги, у нас есть инженеры, а врача в нашей семье нет. Вот ты будешь врачом. Ну что, я очень серьезно обиделась. Ну, против семьи не пойдешь, и пришлось мне, значит, пойти учиться. Я, конечно, закончила университет с одной четверкой по научному коммунизму. Никто меня не смог заставить пересдать эту четверку, потому что я просто не в состоянии была и выучить эту научную коммунизму. Но, конечно, все врачи, которые истинно занимаются пациентами, они, конечно же, все от Бога. И меня однажды, я не знаю, как ко мне попал этот лестик, я однажды, мне даже до сих пор мороз по коже, прочитала такую вещь. «Я свет, а вы не видите меня», — Бог говорит. «Я ваш путь, а вы не следуете за мной. Я ваша жизнь, а вы не ищете меня. Я ваша истина, а вы не слышите меня. Я ваш Бог, а вы не молитесь мне. Я ваш учитель, а вы не слушаетесь меня. Я ваш лучший друг, а вы не ищете дружбы со мной. Если вы больны или несчастны, не вините меня». И это на меня произвело неизгладимое впечатление, потому что я вижу очень много и видела в своей жизни очень много смертей, когда люди уходят просто так, когда люди живут с несовместимыми травмами для жизни, когда человек просто отказывается от жизни и уходят. И от врача, вот я вам честно говорю, вот мало зависит, что. Всё зависит от Господа. Врач может направить человека, вот как Людмила. Она может сказать, делайте это, не делайте это. Идите сюда, не идите сюда. А это уже выбор человека. И только Господь может человека спасти или не спасти. А знаете, я ещё хочу такую мысль сказать. Знаете, вот как одна из заповедей – возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот многие делают ударение на ближнего. Нужно любить обязательно ближнего. А то, что себя любить, уже ударения нет. Вот в принципе, вот скажите, пожалуйста, Маргарита, насколько важно любить себя, вот именно ухаживать за своим храмом, за своим здоровьем? Вот, ну как бы, я очень много знакома с, я знакома с очень многими священнослужителями. И, конечно, у меня возникает масса вопросов. Все мы говорим, вот есть 10 заповедей, не надо нарушать эти 10 заповедей, и тогда вы не будете болеть. Но это невозможно. Но не нарушить невозможно. Да, не нарушить невозможно, да. И они всегда меня учат тому, что невозможно меня осуждать. Нельзя осуждать человека, можно осуждать его поступки или, как бы, говорить о них честно и открыто. И я потеряла мысль священнослужителей. Но вы работаете с ними? Да, я работаю с ними, и они все время меня ведут и направляют, и молятся за меня, и молятся за моих больных, и это очень приятно. И я это вижу и чувствую всегда. Но в то же самое время священнослужители все же приходят к вам за медицинскую помощь. Конечно, конечно. Потому что они мне говорят так, вот есть у вас хлеб, вы можете мне его дать? Я говорю, конечно. А если у вас хлеба нет, и я у вас прошу хлеба, вы можете мне его дать? Я говорю, я у кого-нибудь попрошу. Они говорят, нет, у вас его нет. Как вы мне его дадите? Я говорю, тогда я не дам. Так вот, если у вас нет любви к себе, как вы можете дать любовь другому человеку? Логично. У вас ее нет. Значит, вы не можете ее дать другому. Поэтому нужно обязательно следить за своим здоровьем. нужно обязательно к себе относиться лучше, чем к чему-либо. Потому что мы создание Божье. И если человек, особенно врач, если врач здоров, он может очень многих людей спасти, очень многим людям помочь. Ну а скажите, вот насчет священнослужителей. Да. У них, наверное, очень такая стрессовая работа. Не очень уязвимая часть населения, потому что они пропускают через себя очень много горя. К сожалению, мы не всегда идем в храм, когда нам хорошо, когда мы благодарим Господа, да, за нашу жизнь, за наше счастье, за наших детей. Очень часто мы приходим, когда нам плохо. И, конечно же, они все это выслушивают, они все это пропускают через себя. Они сдержат посты, они не всегда успевают поесть, они не всегда дышат свежим воздухом. Они очень уязвимая часть населения. И у них очень много паразитов, потому что они близко говорят с людьми. Да, да. А это воздушно-капельный путь передачи. Они бывают в стационарах, где есть внутрибольничная инфекция. И они работают с книгами, где хранится очень много различных клещей, яиц, глистов и так далее. И они это понимают, потому что сейчас священники очень грамотные. Они всегда были очень грамотными людьми. И они понимают, что медикаменты – это путь в никуда. Я называю лекарства костылями, вот честное слово. Вот болит у вас нога, вот вам костыль, идите, у вас нога болеть не будет. Болит у вас голова, вот вам таблетка, идите. Надо задавать вопрос, почему? Почему у меня болит нога? Почему у меня случился инсульт? Почему у меня болит голова? Всегда надо находить причину. Наши методики лечения больных электромагнитной терапией и биорезоносной терапией отвечают на четыре вопроса. Что, где, как и чем? И самый главный вопрос – почему? Мы всегда находим причину. Пожалуйста, вот об этой именно электро… Магнитной терапии. Да, вот скажите, вот как это? Дохожу я в какой-то комнате, я там не знаю, электромагнитами. Расскажите. Нет, все мы электрические существа, на самом деле, что каждая наша клеточка генерирует очень низкой интенсивности ток. Так как мы биологические существа, то мы называем это электромагнитные колебания или длина волны, или резонансная частота. Больные органы имеют свою резонансную частоту, здоровые органы, эмиссури. Для нас заболевание – это сдвиг органа с его резонансной частотой. Вот, например, есть вирусы, очень распространенные герпесы. Все знают, что есть герпес простой, который выскакивает на губах. А есть девять типов герпесов. Если у человека пять типов герпесов, плюс простейший, плюс грибы – это рак. Это рак вызывания. Вот прилетел герпес и сдвинул наше сердце с его резонансной частоты на 0,5 микроампер. Всего лишь на 0,5. И сердце работает плохо. Оно не дома. Ему плохо. Оно начинает… Там начинается аритмия, начинается нарушение питания. Сердце начинает неправильно работать. Человеку дискомфортно. Он задыхается. У него отдышка. Масса-масса различных симптомов. Наши приборы имеют в своей основе частоты здоровых органов. И подстраиваясь под сердце с здоровой частотой, оно как бы переводит сердце на его резонансную частоту. И удерживает его на этом месте какое-то время. И все, и сердце начинает работать заново очень хорошо. Да вы что? Для меня это вот такая наука, такое открытие. Это правда наука. Это научный исследователь. Причем эта технология очень доступна на сегодняшний день. Да, очень доступна. И методы обследования, которые у нас в нашей исследовательской группе в Америке, на сегодняшний день мы делаем эти тесты. Ну, по-моему, насколько я знаю, больше в Америке таких нет, да? Не знаю. Наших методик, конечно, нет. Ваших методик? Ну, по крайней мере, я не слышала об этом. Наших методик нет. У нас есть портативные приборы домашнего использования. То есть этот человек не заходит в какую комнату и не привязан бесконечно к врачу. Он получает схемы лечения. Это как маленький компьютер, да? Это как маленький телефон. Как маленький телефон. Размер такой телефон. Размер телефон. Это последняя разработка советских ученых. Ну, конечно, таких приборов нет нигде. И, кстати, доктор Маргарита работает непосредственно с этими учеными, с этими разработками. Так вот, в чем дело. Вот откуда вы все знаете. Понятно. Замечательно, Маргарита. Я просто сижу и набираюсь от вас мудрости. Буду скоро совсем умной. Просто хочу сказать, бывают стационарные, да? А есть портативные. И когда стационарный, человек должен сидеть и действительно быть присоединен к каким-то технологиям, оборудованию. А есть портативные. Вот то, что от Маргариты о чем, о технологиях говорит, что они работают именно в портативе. То есть ты можешь положить себя в карман, и тебе будет лечебный эффект. Или, например, положить под подушку ночью. Ты спишь, а у тебя происходит лечебность. А у тебя происходит работа. У меня друзья говорят в другой раз, вот ты какая, мы тут сидим, и она себе сидит лечится. Одновременно. Вот почему тебе так хорошо. То есть, естественно, конечно, есть детоксикационные программы. И тут как комплексный подход. То есть нужна технология. Но если человек не пьет воду, например, и он включил программы, которые начинают уничтожать все это, а человек не пьет жидкость, у него недостаточно, у него не отрегулирован питьевой режим, естественно, конечно, у человека начнутся соответствующие проблемы. И ему необходимо, и, конечно, эти технологии необходимо также быть квалифицированным, чтобы правильно запрограммировать, потому что здесь... Индивидуальная программа должна быть. Это должна быть индивидуальная. Знаете, я вам такой случай расскажу о себе. Я очень много путешествую, и в прошлом году я ездила в разные абсолютно страны, и везде была разная вода. В итоге, когда я вернулась в Америку уже через полгода, у меня случилось полное обезвоживание. Вот расскажите, вот все-таки я пила, у меня аж прямо эта кожа слезла с рук, меня отвезли в больницу на скорой помощи, поставили капельницу, потому что было практически полное обезвоживание. Как это вот объяснить? Вроде бы я пью воду. Качеством воды, качеством воды. Вода должна быть структурирована и должна иметь определенный pH-цреду. Об этом Людмила может очень хорошо рассказать. Да, ну вот смотри, я была вот в разных странах, ведь в разных странах разная вода. Конечно, то есть на сегодняшний день в странах какая вода? В основном везде трубы, которые очень часто, как говорится... Они меняют структуру воды, потому что вода, она течет по горным склонам, у нее всегда гибкие такие изломы. А трубы, они имеют прямые углы. Создают форс. Да, и еще ее накачивают. И вода, она меняет свою структуру, она становится деструктурированной. То есть, да, она нарушается, она не несет, естественно, и организм, когда человек начинает пить эту воду. Эту воду сколько? Ну, буквально сто с лишним лет люди пьют эту воду. Это не так давно появилось. И на сегодняшний день, когда ученые смотрят, есть институты по исследованию воды и утверждают, что действительно человек остается обезвожен, когда он пьет просто обычную воду, которая разрушенную структуру несет. А у нас структура имеет шестиугольную форму. То же самое и происходит с водой, когда она реструктурируется. Есть технологии, которые, например, я использую уже более шести лет. Это медицинский аппарат, который реструктурирует воду. И эта вода, она имеет огромное количество антиоксидантов. Она микрокластерная, ее кластер уже реструктурирован. И она... То есть электрических зарядов там очень много. То есть когда у нас... Вот доктор Маргарита проводила тесты на мне. И вот... Могу рассказать. Да, расскажите, пожалуйста, Маргарита. Что там вот у Людмилы? Я понимаю, профессиональная атмосфера. Когда я приехала в качестве исследовательской группы, мы проверяли болезнь Лайма, Баррелиоз, которая очень распространена в Америке. И тестировали очень тяжелых больных. А как болеют эти болезни? Потому что я почему-то не пользуюсь. Это очень серьезные вещи. Это как раз самые важные симптомы интоксикации. Это при болезни Лайма. Это сильнейшие головные боли. Это боли в суставах. Это боли в мышцах. Это... Туманность. Да, может быть, до слепоты даже дело доходить. Да, это очень серьезные заболевания. И Люда, значит, с малышом сидела, переводила. Неустанно. Вот она не устает. Когда она занимается медициной, она никогда не устает. И она вдруг говорит, проверьте меня, пожалуйста, проверьте меня, пожалуйста. Вдруг у меня тоже что-нибудь такое есть. И когда я стала тестировать Людмилу, я не нашла у нее ни бактерий, ни глистов, ни грибов. Никого. Ничего. Я думала, что-то тут не то. Надо еще раз перепроверить. Я ее два раза перепроверяла. Потом проверила ее мужа. Потом проверила ее детей. И то же самое. И естественный вопрос. А что вы такое делаете? Почему у вас даже грибов нет? Это очень-очень... Ну, как бы редкость большая. И тогда Людмила сказала, я вас приглашаю к себе домой. У меня есть специальный медицинский аппарат, который делает такую структурированную воду. Я тоже о воде очень много знаю. Но когда я увидела этот прибор, я, конечно же, не смогла его у них не забрать. Я уехала в Москву с этим прибором. И он у меня стоит в офисе. И все мои пациенты пользуются. И я, и все мои родственники. И самое главное, что я узнала, что очень многие политические деятели нашей страны и очень знаменитые артисты, они тоже имеют этот прибор. Значит, очень важно пить именно очищенную воду, которая богата минералами. Богатая электронами, которые могут пройти сквозь мембрану клетки. Это самое важное. Вот ваша вода, которую вы пили, она не проходила. Она была балластом. Поэтому внутри клетки не было воды, а вокруг было очень много. И что происходит, когда человек пьет деструктурированную воду, которая разрушенная структура, и можно под микроскопом это наблюдать, то она проникает в организм, а организм ее не принимает. И часто люди говорят, я не могу больше, чем стакан воды выпить, я его тяну, тяну, а меня раздувает. Потому что человек действительно, у него, она не попадает в клетки, она вот в межклеточном пространстве находится в организме. Она не усваивается, человек говорит, я уже больше не могу, она у меня уже с ушей полезет. Потому что действительно, человек чувствует себя настолько переполненным этой водой, говорит, ой, я много-много воды пью. А на самом деле она не проникает и не делает то, что она должна делать. Причем, что замечательно, почему человек начинает себя лучше чувствовать, когда пьет эту реструктурированную воду, это то, что она выводит токсины, потому что она проникает в клеточную мембрану, начинает выводить токсины. Кроме того, она доносит полезные вещества. И вот чтобы быть в здоровом состоянии, вот касаясь здоровья, нам необходимы белки, углеводы, нам необходимы правильные жиры, энзимы, пробиотики, витамины, минералы, микроэлементы. Если чего-то у нас недостает в нашем ежедневном рационе, то тогда, получается, мы начинаем страдать, и страдает наш организм. А если человек пьет, покушал что-то, еще не пожевал правильно, то есть если не перер... А на сегодняшний день очень многие люди вообще игнорируют этот вопрос, когда я говорю, что нужно правильно жевать, они говорят, вот еще нашли нас учить жевать. Но это очень важная часть. Клиника Майера, которая занимается питанием в течение ста с лишним лет в Австрии. Самое первое правило – это жевать любой кусочек, который попадает в рот, 30-40 раз. Дорогие друзья, не забывайте, когда вы жуете, не торопитесь, сразу же не проглатывайте. Наслаждайтесь едой хотя бы 30-40 раз. Алют, у меня такой вопрос к тебе. На прошлой программе мы с тобой разговаривали о эфирных маслах. И, естественно, по Библии ты рассказывала, насколько важно именно иметь какое-то эфирное масло у себя дома. К примеру, мира, ладан, да? Да, да, да. Вот я это помню, у меня это есть. Мира с миром. Мира с миром, да. Вот расскажи, пожалуйста, вот почему ты не приветствуешь, зная, что ты не приветствуешь традиционный классический метод медицины, а больше ушла в натуропатию, да, получается, правильно сказать? Я хочу сказать, что я не отрицаю традиционные методы лечения. И хочу сказать, что мы очень благословены тем, что мы живем в этой замечательной стране, как Америка. Потому что здесь хирургия – это, как говорится, top of the world, очень на высокий уровень. И когда я работала, я была в операционных, я видела, как человека собирают по кусочкам, и действительно, я знаю, что многие люди, благодаря тому, что наша хирургия смогла спасти человека, и были моменты, когда я говорила, вот буквально несколько недель назад у меня был случай, я говорю, немедлите и срочно поезжайте в госпиталь и затребуйте этот тест. У человека был инсульт. Естественно, ему нужна была срочная медицинская хирургическая помощь в тот момент. То есть есть место для традиционной медицины. И вот доктор Маргарита, она совмещает классическую медицину и альтернативу, нетрадиционную медицину. Окей, стоп. И то же самое делаю и я. К примеру, у меня болит голова. Я иду и пью ибупрофен или тайланол. Ну, могу ли я что-нибудь выпить, чтобы у меня не болела голова, чтобы не прибегая к таблеткам, которые разрушают мою печень? Вот интересный момент, да. Мы читаем в Писании, что Бог дал для исцеления народов. Мы в тот раз говорили на передаче, что Бог дал для исцеления народов. Мы начинаем в Писании читать, в Бытие написано, что от вкушения, да, и в Откровении, что были даны листья для исцеления народов. То есть Бог приготовил и дал. Мы можем, встречаем, когда прикладывали определенные компрессы, в Библии более 400 раз упоминается об эфирных маслах. То есть почему я использую эти эфирные масла? Потому что они усваиваются на клеточном уровне, и они проникают. Точно так же, как в вода, да? Да, и это естественно, и они не несут побочных эффектов. Когда человек выпивает и бупрофин, то линол, то что происходит? Наш организм, это не то, что у нас болит голова, потому что нам не хватает и бупрофена или то линола. Может быть, человеку не хватает сна, может быть, ему не хватает жидкости, может быть, у него стрессовая ситуация, ему нужно снять спазмы. И, конечно, медикаменты срабатывают, но, естественно, они седают в печени. И потом люди приходят ко мне, почему они не могут похудеть или почему у них начинаются проблемы со здоровьем. Потому что одна из вещей, кстати, вот кожа, да, вот я хочу быть красивой. А красота начинается изнутри. Когда у человека нет изнутри очищения, скажем, вот та же паразитарная инвазия в организме человека, то паразиты не страшно отравляют организм, они съедают полезные элементы и также и отравляют человека. И человек болится, мучается, и у него часто может из этого быть головная боль. У человека может быть боль в разных частях тела, и он не знает, что происходит. И накопление токсинов происходит внутреннее, от того, что паразитарная инвазия, кроме того, экология, окружающая среда. И человеку необходимо чистить организм. Кроме того, почему я очень успешно использую эфирные масла уже в течение многих лет, потому что травы, чтобы они прошли через, усвоились, необходимо, чтобы они прошли через печень, да, переработка и усвоение намного меньше. Эфирные масла, они в 50, 70, даже 80 раз сильнее, чем травы. То есть через буквально 15-20 секунд они проникают в кровяное русло и начинают делать свою работу. То есть их даже можно наружно нанести, и они проникают во внутрь. А у меня такой вопрос ещё. Мы являемся храмом, да? Ты вот говорила, что нужно очистить организм и всё такое. Опять об эфирных маслах. Борются ли они с паразитами? Есть определённые эфирные масла, комплекс, смесь, которая помогает выводить... А что если в совокупке с волнами? Абсолютно, абсолютно. Также эфирным маслом запил? То есть мы делаем всё совместно. То есть у нас комплексная... Нет монотерапии в лечении паразитов. Эта терапия должна быть комплексная. Если это паразиты тяжёлые, такие как ленточные черви, допустим, или какие-то очень серьёзные сосальщики, которые живут в венопрюшной полости, здесь не обойтись без эндекоментозной терапии. Это я вам сразу говорю. Есть гомеопатические препараты, есть эфирные масла, есть электромагнитные волны. И я считаю, и все мои коллеги считают, кто занимается этим, что надо всё делать вместе. Поэтому наша медицина называется интегральной. То есть она собирает всё самое лучшее, что может помочь человеку. Поэтому вот так вот сказать, что мы альтернативная медицина невозможна. Мы просто не совсем классическая медицина. И каждый доктор, он использует в своей практике то, что ему ближе. Вот Людмиле ближе, например, эфирные масла, и это замечательно. Она лечит маслами, она лечит водой, она объясняет здоровое питание. А я больше другой человек, я лечу людей приборами, я лечу... Ну, в самом деле, у вас получается такая вот такая бомба. Да, то есть, например, я веду профилактику здоровья. И я, например, регулярно пропускаю программу для всей своей семьи. Почему доктор Маргарита не обнаружила паразитарной инвазии? Потому что, естественно, у нас питание должно быть правильно. И также мы регулярно, у нас каждый день, мы не живём в куполе. Мы постоянно... Проникают к нам и личинки, и вирусные бактериальные инвазии. Если мы укрепляем свой иммунитет и одновременно постоянно что-то делаем, чтобы выводить токсин из организма, конечно, это будет помогать. Я не исключаю травы, я использую тоже очень много травы. Но я говорю, если у меня есть доступ к эфирным маслам, то, что на сегодняшний день, я предпочитаю использовать эфирные масла. Например, одна капелька мятного масла, она эквивалентна 28 чашкам чая. То, конечно, у меня намного сильнее. Или, например, у меня были люди, которые делали в течение многих лет соки с кинзой, что помогает в выведении тяжёлых металлов. В течение года эта женщина, она пропила масло кинзы. В одной капельке может насчитываться до 25 пучков кинзовой травы. И, конечно, она, когда пропила это масло, количество тяжёлых металлов понизилось на 75%. Это очень хороший результат. А наши приборы... А скажите, пожалуйста, соль тяжёлых металлов выводится за два месяца. Дорогие вот коллеги сегодня, скажите, пожалуйста, сколько нужно раз проводить полную чистку организма в год? Два раза. А как? Два раза в год – это совершенно достаточно. Ну, так как я рефлексолог, да, или человек, который занимается иглоукалованием очень много лет, есть такая теория – активность меридианов, так называемая. Есть время активности меридианов, есть сезон активности меридианов. Вот печень надо чистить всегда в марте. Конец марта, начало апреля. И в ноябре. Это идеально. Для печени? Для печени. Значит, я ещё пока что успеваю. Как раз вот я же на прошлом. Но если вы не знаете об этих меридианах, ничего страшного нет. Если вы путешествуете где-то, вы всегда должны принимать антипаразитарные препараты после путешествия. Если у вас нет приборов, да, таких наших. Если вы нигде не путешествуете, но у вас есть собаки и кошки, и вы говорите наивно, что наши собаки и кошки не выходят на улицу, мне всегда смешно. Потому что на обуви человек приносит такое количество паразитов, а собаки и кошки всегда любят где находиться в коридоре. Понимаете? Они всегда ложатся на эту обувь, они всегда лижут эту обувь. Поэтому люди, имеющие животных, должны четыре раза будут проходить препараты вместе со своими любимцами одновременно. А любимцы как? Своими ветеринарными препаратами. Собаки и кошки всегда должны быть здоровы. Так, дорогая собачка, давай-ка чистку. А если у человека уже ослаб иммунитет, уже человек зашел далеко, что, например, у него, к примеру, там, раковое заболевание, и у него есть животные в доме, то восстановление очень сложно будет проходить, потому что животное постоянно будет инфицировать человека. У него иммунитета нет практически. Да. То есть в таком случае человеку нужно кому-то этого животного подарить, по крайней мере, хотя бы на время, на промежуток времени, когда он восстанавливает свое слабшее. Хорошо. Следующий вопрос. Знаю, что очень многих наших телезрителей волнует вопрос сахарного диабета. Что вы об этом можете рассказать? Очень многих пациентов волнует проблема сахарного диабета, потому что это болезнь 20-21 века. Это первое – это неправильное питание и стрессы. Это однозначно. И, как сказать, со стороны нашей паразитологической стороны есть такой паразит, который называется странгилоид. Вот этот странгилоид, он находится и живет в верхних отделах тонкого кишечника. И он с удовольствием проникает в паранхиматозные органы, в поджелудочную железу, в почки и в печень. Вот если он попадает в поджелудочную железу, то человек может всю жизнь лечиться от диабета второго типа, а у него будет паразит. И когда мы находим этого паразита… Так что вы хотели сказать, что сахарный диабет – это тоже из-за паразита? Может быть. Не всегда, но может быть. Может быть. Ух уж эти паразиты… Кстати, статистика в Америке к 13 годам 87% подростков у них уже сахарный диабет. Из-за фастфуда? Из-за пищи. Из-за пищи. Потому что фастфуд содержит очень много геномодифицированных продуктов, быстрых приготовлений, быстрых. Фастфуд содержит очень много добавок, которые химических, которые усиливают вкус. Фастфуд содержит такие химические вещества, которые заставляют человека еще пойти раз купить это. Это значит, ну, вот верите, нет, я вот тоже люблю некоторую еду, не буду перечислять вам какую, но вот иногда запах чувствует, все, меня я в наркоман пошла. Это усилители вкуса, совершенно правильно, это усилители вкуса, которые действуют на мозг. А как можно отключить это? Хотя я не могу, у меня оно так нравится. Через осознание, только через осознание. Вот вы должны это понимать. И я всем пациентам говорю, а как нам быть, а как не кушать шоколад, если у меня грибы? Как реально, как не кушать шоколад? Я хотя бы раз висну должна плитку съесть. Вы кормите своих грибов, вы кормите своих врагов. А чем заменить шоколад? Ничем. Боже, как же жить без шоколада, вы что? Фруктами. Я могу нутеллу всю банку съесть. Это очень неправильно, это очень неправильно. А зато знаете, как меня поднимает настроение, ты же довольна. Нет, есть сырое какао, есть сырой шоколад, который необычный, который можно сделать. Живой шоколад, да? То есть, конечно, то, что я учу своих клиентов, и когда я провожу классы здорового питания, там я обучаю, что есть. А когда обычно, а идёт речь об обычном шоколаде, естественно. И, кстати, доктор, вот вы поделитесь, что делает кандида, как она... Я хочу сейчас сказать, что это не вы хотите шоколад, это ваши животные хотят шоколад. И кандиды, и все грибы, да, они на самом деле очень разумные существа, но они же космические существа. Знаете, что такое грибы, да? Это космос самый настоящий внутри человека. Сейчас Маргарита нас заплывает. И они могут заставить человека ночью встать и поехать в магазин купить шоколад. Да, могут. Могут. Поэтому, а когда появляются грибы? Когда у человека закислена внутренняя среда. Вот простой пример. У меня была пациентка, которая тоннами поглощала арахисовую халву. Вот она учёный. Она пишет очень много книг. И когда она занимается своей работой, она переодет, ест эту халву. И когда мы её тестировали, обнаружили в ней огромное количество паразитов, в том числе и грибов. Потому что когда человек сдвигает кислотно-щелочное равновесие, его сдвигается в этом диапазоне, живут все. А в диапазоне здоровья эти каливания не совпадают со здоровыми каливаниями. И эти уже грибы не могут здесь жить. И мы её лечили очень долго. Она такая, ну, такая учёная, они все очень замечательные пациенты. Они всё выполняют. И она говорит мне, а теперь можно кушать арахисовую халву? Я говорю, вот теперь можно. Она пошла, купила себе целый килограмм этой халвы. И звонит мне и говорит, я взяла в рот халву, я не могу её есть, мне плохо, мне тошнит. Я её выблюнула. Что ты наделала? Как я буду жить без халвы? То есть человека нет потребности в этом сладком, понимаете? Никогда. Человеку достаточно кушать фрукты. И кушать фрукты правильно. До 16 часов первой половины дня. А после 16 часов? Да. А после 16 часов надо кушать фрукты только в термической обработке. И овощи тоже. Почему? Тогда не усваиваются. Потому что он носит биологические часы в организме. И, кстати, то, что биологические часы очень важно. Вот о сне мы говорили. Если человек вовремя не ложится спать, у него нарушается правильность усвоения определенных элементов и регуляция определенных органов и систем. И, кстати, в отношении балансирования PH, то, что сказала доктор Маргарита, в 30-м году доктор Отто Ворбург взял Нобелевскую премию по физиологии и медицине, доказав, что в кислотной среде болезни не живут. Спасибо большое. У нас буквально осталось несколько минут. Маргарита, еще быстренький вопрос к вам, и мы будем закругляться потихонечку. Скажите, влияют ли паразиты на настроение? Паразиты влияют на психику человека в третьем поколении. То есть, если ваш дедушка был болен паразитами, он не излечился, то ваша психика информационно передается от вашего дедушки. Настроение и очень серьезно, очень серьезно меняется. Вот, например, взятие вируса герпеса, да, я вот беру самые распространенные вещи. Герпес фактически поедает миелиновую оболочку нервных стволов. То есть, вот она оболочка, герпес ее съедает. Что получается с нервами? Они становятся оголеными. Человек кричит, плачет, нервничает, раздражается, нарушается сон, возникают головные боли. Головная боль нестерпимая у человека. Причину найти нельзя. То есть, он делает томограмму, он делает различные следы. Найти нельзя. Психика и паразиты – это очень сильная взаимосвязь, это знак равного. Значит, что мы имеем, чтобы нам быть продуктивными в нашей жизни, чтобы мы могли много всего успевать делать, нужно, во-первых, много пить воды, качественной, во-вторых, нужно избавляться от паразитов. Совершенно правильно. Детоксикация организма. Да, и в-третьих, правильно питаться и правильно отдыхать. Абсолютно. И двигаться. И двигаться, двигаться. Самое важное – это движение. И двигаться, двигаться, двигаться. Очень важно двигаться. Самое важное – это движение, потому что кровь у нас замкнутая система, а насосом является сердце. У нас кровь никуда не уходит, большой-малый круг кровообращения. Вроде бы все просто, в то же самое время под этим, под каждым под просто, столько там всего. Нужно, я не знаю, Маргарита, давайте мы вас клонируем и каждому дадим. Я согласна. На самом деле мы будем вас приглашать почаще на наши передачи, чтобы вы нас учили. Вот, Людмила, мы сейчас потихонечку будем прощаться. Можешь обращаться в какую-нибудь камеру и посоветовать что-нибудь нашим телезрителям, потом вы, ну и закончим. Ну, я хочу сказать, что я хочу пожелать всем здоровья, и чтобы вы обратили внимание на себя, не забывали о себе, кто вы есть, потому что мы живем однажды на этой замечательной земле. И если у вас есть желание связаться со мной, вы можете позвонить по телефону 503-777-0011, и вы также, я могу вас связать с доктором Маргариты, если на это будет необходимо. И можно также выйти на веб-сайт www.healthestyle.me. Спасибо большое, Людмила. Маргарита, ну, я могу сказать, что мой девиз по жизни и мой девиз моего медицинского центра – это единственная красота, которую я знаю – это здоровье. Я желаю вам быть красивыми, здоровыми, счастливыми и жизнерадостными. Итак, друзья, не забывайте, пьем воду, пережевываем пищу, спим. Что у нас еще? Воздух, на воздух, бегаем, боремся с паразитами, всеми разными путями. Если нужно, то можете связаться с нашими друзьями. Спасибо большое за то, что вы были сегодня с нами, и всем хорошего дня. Пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.